хорошо идем дальше переходим к следующему очень важному понятию это преодоление борьбы можно так сказать это преодоление проблем на вишудха чакре знаете же вот какая проблема на вишудха чакре это очень распространенная на самом деле проблема среди йогов это проявление какого-то раджеса проявления агрессивности когда вы начинаете думать что решить проблему ломом это верное решение на самом деле это не так именно как раз борьба она не дает не позволяет вашему состраданию раскрыться как только вы начинаете проявлять какие-то негативные качества вишудха чакры то есть если у вас вишудха чакра находится в дисбалансе то вы автоматически теряете сострадание вы просто не способны встать на сторону другого человека вы автоматически не понимаете его беды не автоматически не понимаете что нужно этому человеку вы просто видите что ну он просто тормоз что нужно сделать вот так вот это у меня периодически такая ситуация возникает признаюсь периодически такое бывает когда ты грубишь возможно проявляешь довольно агрессивные вещи агрессивные качества свои ты видишь какие-то слабости у людей и не понимаешь как так можно и начинаешь говорить что вот это не так вот это не так что важно еще также на вишудха чакре если вы будете проявлять например служение но при этом у вас будет дисбаланс вишудха чакре то в этом случае вы будете скажем распространять знания о вреде алкоголя с борьбой можно же так можно думать что вот там нехорошие так сказать управленцы распространяют у нас тут легальный алкоголь и мешают духовному развитию как-то проявлять какую-то борьбу то же время можно с другой стороны на это посмотреть можно проявить наоборот сострадание к людям которые потребляют от этот алкоголь и распространять знания о вреде алкоголя о вреде табака там о том что аборты это ну по сути у нас как раз вышла сейчас очень хорошая книжка сохрани свою будущую жизнь вот эти три слова говорят о многом сохранить свою будущую жизнь вы не говорить что как вы можете убивать детей там и так далее так далее так далее то есть не начать не начинайте противоборство а начинаете состраданием подходить к этому вопросу и тогда очень важный момент такой тонко материальный тогда в ответ вам не приходит обратки когда вы проявляете агрессивные качества в ответ вас к вам возвращается негатив когда вы проявляете сострадание в ответ к вам негатива не возвращается я это заметил то нужно будет вырезать потом и раньше я не сразу пришел к йоге ведь раньше я был таких славянских течениях грубо говоря агрессивно настроенных по отношению не к некоторым национальностям считающим что проблема страны заключается в том что у руля стоит определенной национальности то что это неправильно я даже помню что я ходил однажды на русский марш знаю это знал такого человека как алексей владимир васильевич куачков слышали о таком знаете не знаете ну хорошо наверное тюрьму его посадили за разжигание междунациональной розни и подготовку национального восстания как раз по моему в одиннадцатом году настоящий кшатри настоящий воин таких вообще наверно я даже и не знаю больше андрей очень часто рассказывал таких и о такой вещи что у некоторых кшатри энергия восходит восходящая энергия действительно это ни с чем не сравнить когда ты встречаешь такого человека я помню у меня даже фотография с ним есть я помню просто ты когда рядом с ним стоишь и вот у тебя такое чувство что если он скажет что нужно пойти и умереть вот за это ты прям четко понимаешь что это верно у тебя вот понимаешь понимаете это ну ни с чем не сравнить этот настоящий воин то есть он говорит так вот и ты понимаешь что это верно у тебя подъем такой энергии подъем там за родину там знаете это такие кшатри бывают в наше время естественно таких кшатри выхолачиваются из общества потому что если затронуть именно тему васи владимира васильевич куачкова но он просто не мог примириться с ситуацией которые у нас стране говорил правду говорил то что думает и в конечном счете там под надуманным предлогом его посадили я на какое-то время поддался этим течением был в этой среде считал определенными вещами определенные вещи правильными но я уже в то время начал заниматься йогой слушать алексея василь васильевича трехлебова вот если помните не знаю нужно вам это рассказывать или нет помните по-моему 11 декабря 2010 года это был такой бунт на манеже на манежку вышло большое количество народа знаете из-за того что там убили очередного фаната спартака там вышло большое количество народа там ну иначе хотели брать кремль грубо говоря вот а в то время как раз буквально там через неделю приехал алексей васильевич трехлебов в москву а у меня тогда такой раджес был очень сильный я не понимал вообще тех людей которые задавали алексей васильевич трехлебов вопросы там они спрашивали там о каких-то духовных вещах каких-то порталах там еще чего-то там я просто не стерпел и сказал какую живую игру фигню говорю типа задаете человеку каким какую фигню были у него спрашивать о порталах груш марталах когда говорю вон там горе сидят вот эти люди говорю и просто правят нами тогда алексей васильевич посмотрел так на меня и начал спрашивать ну хорошо что вы предлагаете там очередную революцию там типа вы знаете что такое революция там что это на самом деле подход не славянский что это все как раз масонский подход и я тогда почувствовал на себе впервые наверное энергетическое воздействие так как я мешал проведению лекции то сконцентрировавшись на мне алексей васильевич проявил такую ситуацию что у меня появилось такое колоссальное возмущение обида появилась такая я просто стою и прямо чувствую что это просто жесть какая-то и у меня появилось ощущение уйти понимаете уйди уйди я правда меня в мыслях это уйди уходи но я до этого слушал лекции алексея васильевича очень уважал его я помню что сконцентрировался помню на на сердце помню пропустил вот это через себя и остался то есть я не ушел я помню что он так поворачивает голову с удивлением так смотрит на меня что это он делает до сих пор и как-то он там про меня говорить начал молодой вон стоит типа не ушел тем не менее вот первый раз у меня такой вот опыт был как преодолеть проблемы лишудха чакры в первую очередь это как раз нужно взращивать себе сострадание то есть нужно стремиться постоянно постоянно вставать на сторону других вставать на сторону того человека которого кому бы хотели проявить какую-то какой-то негатив то есть допустим если борьба в чем подключается проявилась какая-то ситуация кто-то там тормозит например вы можете грубо говоря жестко продавить реальность ломом решить ситуацию а можете понять людей почему они так делают понять что на самом деле это ломом вы сейчас эту проблему не решите у нас периодически в клубе такие ситуации возникают когда кто-то начинает тормозить и решение ломом к сожалению проблемы не решают проблема возможно решиться на какой-то проблем в данной ситуации то есть человек решит эту проблему но в дальнейшем ситуация повторится человек при не перестанет тормозить понимаете есть нужно встать на его сторону и найти уловки уловки какие-то которыми с помощью которых этого человека побудить к выполнению определенных действий что еще нужно понять человеку которого возникает проблема на вишутха чакре появляется борьба на самом деле вот то что в принципе я вот только что вам сейчас сказал это то что проблему невозможно решить силовым методом но практически нереально практически нереально с помощью лома разрешить какую-то серьезную ситуацию да такие вещи как например воспитание детей там или более легкие вещи они допустимы то есть можно проявлять определенную определенных вмешательства в карму человека но если вы пытаетесь жестко так скажем оставить свою позицию жестко оставить этот к шатрийскую позицию поддаваться раджесу то это на самом деле не выход однажды прочитал в одной книге очень хорошие слова что все бодхисаттвы которым все будды этого мира там других миров если бы этим бодхисаттвам такой буду подарил бы медаль бутам герой небо туши то например этому бодхисаттве было бы все равно то есть как только у вас возникает именно вот эта борьба желание добиться чего-то тут же появляется и борьба понимаете то есть когда вы стремитесь отчаянно к какому-либо результату точно также преодоление духовного эгоизма если человек будет думать вот осознает вы начинаете понимать аха во мне есть эгоистичные качества вы начинаете так я буду бороться это как раз и будет той самой тем самым проявлением вашего эго бороться с эгоизмом с духовным эгоизмом борьбой не нужно если очень хорошие опять-таки образное выражение что ваше эго должно износиться как башмак такой вот очень хорошее сравнение естественно для того чтобы преодолеть проблемы вишутха чакры ну вишутха чакры нужно заниматься духовными практиками духовную практику какими это пранаяма то что мы с вами обсуждали это мантра ум и еще очень важный момент это практика концентрации у андрея верба екатерина андросова есть как раз семинар медитация для начинающих насколько я помню называется они проводят его регулярно для тех кто не может посетить семинар есть у нас онлайн версии этого семинара в премиум видео на нашем сайте можно скачать посмотреть как раз в этом в этой лекции в этом семинаре андрей рассказывает о методике одной из методик медитации которые достаточно позитивно влияют на вашу карму достаточно позитивно влияют на вашу энергетическую составляющую на ваше энергетическое тело как следствие вы автоматически начинаете быть спокойным вы автоматически решаете проблемы своей вишутха чакры вы перестаете бороться вы начинаете проявлять сострадание то есть состраданию ничего не ничто не препятствует как только вы начинаете бороться еще раз сострадание и просто она не может проявиться понимаете сострадание то очень важное понятие одно из самых основных понятий по моему далай лама говорил самое важное это доброе сердце так помните такое выражение с мне очень близко это на самом деле когда все хорошо когда нет проблем энергетических я очень добрый никому не злюсь все понимаю но бывают проблемы которые к сожалению проявляются